В погоне за необычной фотографией или количеством лайков в инстаграме любители селфи зачастую рискуют своей жизнью. Хотя сделать красивый кадр можно и в безопасном месте, ведь самое главное правильно выбрать ракурс. Сделать фотографию на переднюю камеру телефона пытаются с крыш многоэтажек, мостов, самолетов, статуй, скал и столбов. Безусловно, на каждую фотографию с красивым видом приятно смотреть, но зачастую за таким кадром скрывается опасность. Рискуют фотографы своей жизнью ради того, чтобы запечатлеть себя на камеру. Александр уже несколько лет катается на сноуборде, любит полетать на параплане, а в заповеднике столбы не упускает возможность залезть на столб. Молодой человек говорит, что всегда следит за безопасностью. Фотографии с каждого похода сразу попадают в инстаграм, но по его словам, это не самоцель, просто по итогу поездки всегда есть что показать. Так получается, что всегда с собой ношу гоупроху и получается, что все моменты такие замечательные попадают в кадр. Самые лучшие фотографии, получается, опубликовываю в своем инстаграме. Многие пользователи социальной сети инстаграм ежедневно выкладывают свои фотографии. Любители селфи фотографируют себя везде – за завтраком, на природе, на работе и за занятиями спортом. По словам интернет-эксперта Анастасии Будковской, подобная тенденция зародилась еще два года назад, но уже идет на спад. Инстаграм придумал для другого. Это такие, в общем-то, быстрые, любительские, но художественные фотки. Селфи уже выходят, я должна сказать, из моды. И вот эти все истории с трагическими случайностями, это уже, знаете, остались, наверное, меньшинство поклонников, которых, честно говоря, уже мало кто читает. Люди уже отписываются от людей, у которых в основном в инстаграме одни селфи. Но привычка фотографироваться везде и всегда порой заканчивается трагично. Все чаще селфи становятся причиной аварии, а порой погони за кадром. Люди гибнут. В Москве студентка пыталась сфотографироваться на фоне Москва-Сити, но не удержалась и упала с моста на набережную. Массовым увлечением уже заинтересовались психологи. Они нашли у любителей фотографировать себя букет психологических расстроев. Среди них неудовлетворенность, зависимость и нарушение инстинкта самосохранения. Появилась возможность себя прекрасного донести до общества. Все мы так или иначе любим себя, любим любоваться собой. И фотография позволяет это сделать. К тому же, если раньше надо было заряжать пленку, проявлять, сейчас все это достаточно просто. Любой телефон, практически любой гаджет и так далее, все это делается. Поэтому, естественно, в связи с тем, что процедура упрощается, то есть это явление, оно такое нормальное. То есть это стоило предполагать. К тому же появляется возможность на общественный суд, что называется, себя представить. То есть инстаграм и прочие вещи. Естественно, что это будет и дальше продолжаться. После трагического происшествия в Москве проблемы безопасности селфи заинтересовались в МВД. Сотрудники полиции завтра проведут всероссийскую видеоконференцию, где подробно расскажут о том, как сделать селфи и остаться в живых. Екатерина Погорелова, Евгений Чудин. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова